Всем доброе-доброе утро! Сегодня 12 июня 2023 года. Мы снова вышли с собачками на улицу. Я вот с чашечкой кофе приветствую вас. Всем хорошего настроения, хорошего дня. У нас сегодня пасмурно, скорее всего будет дождик, поэтому гуляем сейчас, быстренько гуляем. Сегодня у меня очень много дел. Приехали наши стройматериалы, которые мы заказывали, которые очень ждали, потому что приостановился наш ремонт для собачек. Комнаты, выгулы, красота, уют, лепота. Поэтому сейчас пью на ходу кофе и будем выдвигаться за нашими материалами. Уже очень хочется, хочется быстренько их забрать и делать дальше свою работу. Задумок очень много. У меня прям рвение такое. Ну, задумки задумываю я, исполняет мой дорогой, любимый муж. Ну, я помогаю по мере возможностей своей. Что я умею? Подержи, принеси, не мешай. Это я умею. Я, конечно, шучу. Я умею многое, похвалю себя. Я делаю диваны для своих собак. Ну, и разные-разные нужности, которые мне нужны. Я чаще всего задумываю сама. Потом могу все собрать, исполнить. Если где-то что-то у меня не получается, конечно, я обращаюсь сразу к мужу. Но сначала пробую сама прибить полочку, покрасить, сделать там шкафчик. Это вообще без проблем. Ну, люблю, люблю я делать то, что мне нравится. Поэтому вот так вот. Так наши малыши разбежались и бальчиши. Все где-то, кто-то, куда-то. Но сегодня очень хорошая погодка в плане того, что не жарко. Не очень хорошая погодка будет, наверное, потому что дождь. Ну, как я говорила, я очень не люблю дождь, потому что после дождя... Ну, естественно, уход за моими собачками прибавляется в три раза. А то и больше нужно покупать, порасчесывать и так далее. Ну, совсем не выпускать я не могу, потому что им нужен свежий воздух. И прогулка, и размяться. У нас есть, да, выгул, как я говорю, зимний. Ну, сейчас открыты мягкие окна там, поэтому воздуха достаточно. Ну, что значит поляна? Вольно бегать, либо там... Ну, комната большая, но тем не менее. Вот, поэтому сейчас мы быстренько погуляем. Вкусняшки сейчас не даю. Дам им уже туда в комнатку для того, чтобы они не грустили, не скучали. Вот, и они уже там погрызут. Сегодня, наверное, им раздам ушки, трахейку. Вот. Ну, и надо будет подкупиться еще. Сырьем им посушить. Вот это красавица. Девочка померанский шпиц. Девочка стандарт, но не крупная. Девочка аккуратненькая, но в шикарнейшей шубе. Каждый раз повторяю, каждый раз говорю. Бомбическая. Испугала маму тебя. Бомбическая шуба. Просто бомбическая. Девочка ласковая, ласковая. Сразу же ложится, сразу погладить ее. Сразу ластится. Так, энергайзер опять ищет себе компаньона поиграться. Ох, и хулиган он у нас. Ох, он и шустряк. Ну, это не собака, это просто сплошной позитив. Просто позитив. Так, уже трава, конечно, с росой. Уже немножечко они макроватые. Ну, ничего. Расчешем все, помоем, стойку поставим. Кому нужно, тот без проблем приедет, посмотрит. Либо включу видеосвязь. Это вообще не есть проблемой, когда собаки гуляют на улице. Естественно, они то гребутся, то шкребутся, то где-то залезли в лужу, в грязь. Это нормально. Это природно, это собака. Поэтому все в порядке. Зато мы вольные, свободные дышим воздухом. Так, все поразбегались. Где? Где все? Где? Шоколадочка моя там почему-то сидит. Чего ты, зайка, там сидишь? Моника? Моняшечка. Моняшечка. Ой, такая Моняшечка. Что-то там уже. Видите, нет настроения. Нет погоды и нет настроения. А, вот они тут все пособирались. Понемножку. Малышей пока не выпускала. Вот такие утренние потихушечки. Поиграться, почесаться. Малышей пока не выпускала. Такой немножечко прохладный ветер. Так, девочка-помирашечка бежит. Девочка полностью привита. Девочка подрощена. Больше она не будет. Такая игрулечка. Мальчишка Жан тоже больше не будет. Он микро-малыш. Микро-маленький-маленький. Когда его купаешь, он вообще меньше Йорка. Трехмесячного, наверное. Такой Манюська-Манюська. И даже голова уменьшается. И такой смешной и непонятно кто это. Так, померанцы мои в продаже. Есть еще два сеночка. Мальчик Соболь. И девочка черно-подпалая микро. Девочка маленькая-маленькая. Девочка уже переодевается. Очень хорошо переодевается. Будет красивая шуба. Вот поэтому... Это что такое? Что такое? Вот, хорошо. Так, опять наши коты. Все, все побежали. Всем надо поприветствовать. И выгнать котов. Вот так они всегда приходят. Им интересно, но собаки с чужими котами не дружат. У нас есть два кота уличных. Они с ними дружат. Спокойно на них реагируют. А есть наша кошечка. Они тоже ее очень любят. Но чужие коты им не нравятся. Поэтому они как бы так реагируют сразу на них. Так, ну что, ребятушки. Буду заканчивать. Нужно делать нужные, важные дела. Очень важные для меня. Потому что я хочу закончить уже свои комнаты. Они красивые, удобные, шикарные для моих собачек. Хочу, чтобы им было красиво, комфортно. Ну, и я наслаждалась тоже красотой. Для меня очень важно видеть все красивое, все прекрасное, все яркое, все замечательное. И то, что я задумываю, я всегда очень стараюсь. Но прихожу к тому, что так и есть. Поэтому я желаю вам также стремиться к своей мечте, к своим желаниям. И все получится. Поверьте, все получится. Это уже проверено. Это я уже точно знаю. Вы только верьте. Вы только стремитесь. Знайте, что все будет у вас. Все. Всем всего хорошего. Хорошего настроения. Хорошего дня. Ну, ты посмотри, что делает. Она схватила вот эту чашечку, стаканчик, а он ее за хвост. Ну, хулиганчик. Хулиганчик. Померанцы вообще шикарные. Шикарные дети. Да, подрощенные. Да, детки шикарные будут. Вы уже видите, какая у вас будет собака. Ну, кто хочет понянчиться, для того есть маленькие щеночки. Еще у нас будут, открою небольшую тайну, достаточно скоро еще щеночки. Но пока не сейчас. Пока предлагаю только этих. Забегать наперед не будем никогда. Жизнь штука интересная. Поэтому не будем пока ничего говорить. Есть вот эти красавцы, которых вы видите, которые уже сформированы, социализированы, привиты, приучены всем-всем-всем премудростям. Шикарные собаки не создадут никаких проблем в квартире, в доме. Мальчик быстрый, шустрый, энергичный, в семью активную. Тот, кто не сидит дома, кто любит гулять, путешествовать, много находиться на свежем воздухе. Этот мальчик действительно ваш, вашу семью. Девочки поспокойнее. Девочка мини и девочка стандарт. Мелкий стандарт. Девочка не крупная, но в очень шикарной шубе. Поэтому, кого помирашечки интересуют, постарше, кто хочет видеть именно уже созревшую собачку, приученную всему на поводочек и пошли гулять. Смело красоваться. И пусть все умрут от зависти. Поэтому, вот, чисто черные помиранцы ждут своей семьи. Так, где? Хотела показать еще. Нету, где-то убежали. Ёрочки, щеночки, подрощенные деточки тоже у нас есть. На любой взгляд, на любой вкус. Мордашечки разные. Окрас разный. Типаж разный. Возраст также разный. Многие скажут, ой, он уже подрощенный, я хочу Масенького. Пожалуйста, есть и Масенький. Хотите воспитывать, хотите приучать к туалету, посидеть дома, либо там, ну, то есть полноценного выгула с Масеньким щеночком, не может быть, только там на руках, либо где-то в таком ограниченном месте. И то, если собачка привита полностью и пройден карантин, то, пожалуйста, есть и такие малыши. Кто хочет сразу наслаждаться выгулом, природой, морем, прогулками на поводочек. Есть такие малыши, девочки, мальчики. Пожалуйста, также могу предложить. Кого интересуют малыши, щеночки, я всегда рада общению. Всегда все расскажу, покажу. Поэтому обращайтесь и все хорошо. Всем желаю всего самого доброго, самого хорошего и замечательного. Пока-пока, до новых встреч.